В Люберцах продолжается реализация госпрограммы образования Подмосковья. В этом году капитальный ремонт проходит в дошкольных отделениях школы номер 52 и в 46-й гимназии в поселке Малаховка. На последнем объекте ход проводимых работ проверил глава округа Владимир Волков и депутат Госдумы Роман Терешков. Эти стены пережили Великую Отечественную войну, эпоху перестройки и встретили новое тысячелетие. Не мой свидетель истории страны. Малаховская гимназия 46 построена в 1937 году. Несмотря на солидный возраст, состояние старейшего учреждения было удовлетворительным. Результат бережного отношения педагогов и учеников. Когда пришли строители, я говорю, ну что страшно, они говорят, да вы что, вы убитых в школу не видели. Говорят, у вас все хорошо. Мы содержали школу в порядке, она была всегда чистая, ухоженная. Никогда не было такого, что у нас все это рушится, не было. Но время, тем не менее, диктует свои условия. Гимназия попала в список объектов, которые подлежат масштабной реставрации. С 1 января здание закрыто для проведения занятий. На данный момент строители завершают демонтажные работы. Два года назад президент Владимир Владимирович Путин объявил о достаточно широкой масштабной программе по капитальному ремонту школ. В большей степени эти школы с большим процентом износа находятся у нас в сельских отдаленных территориях. Программа пользуется спросом. Государственная дума и бюджет мы заложили по 67 миллиардов ежегодно. Это без учета софинансирования. Процесс согласования проходит вместе с учителями, вместе с преподавателями, с учениками. Они выбирают и цветовую гамму. И, конечно же, из такого достаточно взрослого объекта получается современный, красивый объект, современная школа. Работа предстоит колоссальная. Менять будут все от инженерных коммуникаций до кровли и фасада здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Здесь появится современная спортивная зона и дополнительное освещение. Обновленная гимназия встретит своих учеников 1 сентября этого года.